Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую наших слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии Андрею Усенко, представителю Кировской области в Общественной палате России и вице-президенту Вятской торгово-промышленной палаты. Добрый день. Здравствуйте, Анна. Я напоминаю нашим слушателям, что гостю студии можно задавать вопросы через форму анонсов на нашем сайте eho.kirova.ru. Мы в течение эфира будем за ними следить. И если что-то покажется нам интересным, обязательно зачитаем. Но сейчас, собственно, к нашим вопросам. Андрей Леонидович предлагает начать так. Ух! С вице-президентских его обязанностей в Вятской торгово-промышленной палате. Хорошо, прислушаемся и сделаем. В эти выходные завершилась выставка «Сфера дизайна». Она проходила в ЦУМе. Я напомню, достаточно такое представительное мероприятие, на которое съехались не только лучшие в отрасли из Кирова, но приезжали и гости, и судьи из других регионов. Был глава региона у вас, насколько я понимаю. В этом году проходило все в ЦУМе. Ну, как впечатление? Да, действительно, надо сказать, что в 11 раз состоявшаяся выставка-конкурс, ну, по сути дела, открыла свое второе десятилетие абсолютно в новом формате, на новой площадке и с новым уровнем. Потому что президент Союза дизайнеров России вновь избранный. Его избрали не так давно, в начале декабря. И для него это был первый региональный визит в официальном статусе. Дал очень высокую оценку. И работам, которые были, проектам, которые были представлены на выставке, и в целом самому мероприятию. Виталий Ставицкий, да? Виталий Ставицкий, да. Президент Союза дизайнеров России, напомню. Он у нас был председателем жюри, в которое, кроме него, вошли еще несколько федеральных экспертов и руководители итальянского архитектурного бюро. Это наша традиция, которую мы каждый год, собственно говоря, там, практикуем. Оценка высокая. Это со стороны Союза дизайнеров, с которым мы работаем. И многие наши дизайнеры являются членами Союза дизайнеров России. Поэтому могу сказать, что от Виталия даже в адрес губернатора региона прозвучало предложение рассмотреть возможность заявить регион, заявить столицу региона в один из следующих годов на проект столицы российского дизайна. Это Союз дизайнеров организует, да? Да, это проект, реализуемый Союзом дизайнеров, в сотрудничестве, естественно, с администрациями городов. В этом году столица российского дизайна избрана Ижевск. В прошлом году был Нижний Новгород. Но по оценке председателя Союза дизайнеров Киров вполне, имея такие мероприятия, имея такие компании, как Julien Overs, которая является признанным мировым лидером в сфере дизайна с кухонной мебель, компании MC5. С таким потенциалом, с такими общественными проектами, как раскрасим город в дымку, который реализуется в регионе, вполне можем на это претендовать. Но претендовать на это можно, имея внешнюю какую-то среду, правильно оформленной дизайнерски, или все-таки имея предприятия, которые большой вклад, правда, вносят в какие-то мероприятия? Здесь совокупность факторов. И сам уровень наших дизайнеров, которых увидели члены жюри, которые работают уже, на самом деле, не только в регионе, но и за пределами, и даже за рубежом реализуют проекты. То есть, по оценке президента Союза дизайнеров, Киров очень достойно, имеет очень достойную дизайнерскую школу и вполне может вот так себя позиционировать. И мы бы, конечно, хотели бы дальше развивать эту тематику, потому что в этом году на выставке темой был выбран такой девиз «Дом целиком». То есть, мы уже переходим от того, чтобы, собственно говоря, оценивать и показывать проекты только интерьерного дизайна, мы переходим к совокупности архитектуры и интерьера. Потому что это достаточно серьезная, ну, не проблема, а вопрос. Архитектурным обликом занимаются архитекторы, внутренним интерьером занимаются дизайнеры, они не всегда между собой стыкуются. А там еще люди есть, которые плиты устанавливают. Ну, строители отдельная тематика, да. И всякие разные другие вещи. Ну, в этом направлении надо двигаться, потому что иногда мы имеем ситуации, когда, собственно, какой-то невзрачный внешний облик, он компенсируется внутренними решениями. Но надо понимать, что та среда, в которой обитает и конкретный человек, и сообщество в целом, она формируется комплексно. Это не отдельные какие-то точки. Это комплексное формирование среды. Из уютной, комфортной квартиры надо выходить в чистый, просторный подъезд, выходить в благоустроенный двор, садиться в машину, ехать по хорошим дорогам, собственно говоря, приезжать в хороший офис. Андрей Леонидович, главное, чтобы за два года, вот через два же года, да, мы можем заявиться, как столица российского дизайна, да хоть что-то бы продвинулось в этом направлении подъезда, дороги, улицы, город и прочее. Что-то происходит, мы считаем, что у наших дизайнеров, которые являют, ну, они работают не только в сфере дизайна интерьеров. Я в способностях наших дизайнеров не сомневаюсь нисколько, вы поверите. Эти люди в качестве экспертов сюда приходят и говорят очень умные, грамотные, правильные вещи, только к ним почему-то не прислушиваются. Ну, мы показали главе региона тот потенциал, который в этой сфере дизайна есть, и надеемся, что он будет задействован, использован. Насколько я понимаю, извините, мы разговаривали с президентом союза дизайнеров, есть сейчас инициатива о создании совета по дизайну вообще на федеральном уровне при правительстве Российской Федерации, или, может быть, даже там замахнусь при президенте, потому что сфера эта пока на данный момент выпала вообще из внимания такого государственного. У нас Олимпиада сейчас. Какой дизайн? А вот как раз про Олимпиаду и про чемпионат мира, например, и про различные массовые масштабные мероприятия, которые происходят, мы как раз и разговаривали. Те дизайнерские решения, которые, собственно говоря, используются при оформлении подобных мероприятий, в том числе в профессиональной среде, вызывают большие вопросы. Потому что кажется, что кто-то из чиновников принял это решение, и вот это пошло в массы. А на самом деле это ведь дизайн нас окружает сейчас везде. От промышленного до интерьерного. И это формирование в том числе и общественных настроений. И закладывание смысла. А где-то даже идеологии. Я прямо чувствую... Через визуализацию того, что, собственно говоря, там разрабатывают дизайнеры. Я прямо чувствую, вот к следующей нашей теме просто подводите разговор. Но тема достаточно большая у нас впереди. Небольшой перерыв, и до него еще минута. Я все-таки хотела вас спросить. Вы сменили локацию выставки. Раньше, насколько я помню, сфера дизайна проводила «Севятка-экспо», да? Да, на Суриково. На Суриково. Вы переехали в ЦУМ. Это намеренно было сделано? Ну, то есть, чтобы побольше людей могло прийти? Да, это осознанное решение с точки зрения большего удобства для посетителей. Там более просторное помещение, удобное с точки зрения размещения экспозиции. И практика показала, что наши ожидания оправдались. А много ли было посетителей? Или вы не считали пока еще рады? Мы не считали по головам. Но могу сказать, что участники выставки удовлетворены, собственно говоря, теми результатами, которые получили. Потому что для них важно не только в конкурсе принять участие и победить или не победить, но и, собственно говоря, пообщаться со своими действующими и потенциальными клиентами. Так вот, участники выставки очень удовлетворены. Ну, вообще приятно, когда ты выставляешь что-то, и на это смотрят не только твои коллеги, да, как можно большее количество людей. Кто-то хвалит, кто-то ругает, но отзывы это важны всегда. Отзывы положительные. Ну, и, может быть, завершая тему и частично возвращаясь к тому, что будет происходить. Вот я сказал о Совете по дизайну на федеральном уровне, а у нас будет предложение, наверное, которое мы сформулируем в адрес региональных властей относительно создания вот такого Совета по дизайну и на муниципальном уровне, потому что там есть свои вопросы облика города и его позиционирования. Это вы про Киров сейчас или вообще по районам области? Нет, я сейчас говорю про Киров и на областном уровне для того, чтобы вот тот потенциал, который мы, собственно говоря, показали, он был задействован. Ну, хочется сказать вам удачи в добрый путь. Да, нет, на самом деле у меня, конечно, другая фраза была немножко, да, про благими намерениями, но я поняла, что это нехорошая фраза, все-таки в добрый путь лучше. Андрей Евсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты в нашей студии. Продолжим после небольшого перерыва. Мы продолжаем выслушивать особое мнение Андрея Евсенко, вице-президента Вятской торгово-промышленной палаты, представителя Кировской области в Общественной палате России. Я вот не знаю, у меня и бизнес-вопросы есть, и вопросы, связанные с общественной деятельностью, деятельностью Общественной палаты и проектами Общественной палаты. И, наверное, от сферы дизайна, от того, что Киров может стать столицей российского дизайна, вот, и того, как дизайнеры будут общаться с горожанами, с властью и со всеми остальными, я все-таки перейду к проекту Общественной палаты России. Я так понимаю, что он будет реализовываться здесь, в Кировской области. Есть уже пилотные варианты. Он называется «Что не так?». То есть в других регионах он опробован. Что это будет за проект? Это проект Общественной палаты России. Он действительно в прошлом году состоялся в четырех регионах. Сейчас сформирован пул регионов, в которых он будет в 2018 году проведен. Давайте сначала назовем четыре региона. Это Рязань, это Волгоградская область. Ярославль. И кто-то четвертый. И кто-то четвертый. От кого я не нашла вчера. Не помню, к сожалению. Четыре региона. В 2018 году. В восьми регионах. И одним из них стал, собственно говоря, город Киров. Проект реализуется в продолжении того разговора, который состоялся на пленарном заседании гражданского форума, на котором, напомню, был секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. И он тогда обратился, собственно говоря, к губернатору региона с предложением такую площадку публичного обсуждения актуальных вопросов, существующих в регионе, прямого диалога с губернатором, и ее сделать такой регулярной, на постоянной основе в виде некого клуба. Так, подождите. Вот все-таки что не так? Это будет клуб или это будет проект, направленный на какие-то градостроительные изменения? Нет, нет, нет. Я сейчас поясню. Значит, вот проект «Что не так?» Он как раз запускает работу того клуба. С него и начинается, собственно говоря, о котором говорилось на гражданском форуме. Поэтому это такой старт, собственно говоря, работы этой площадки, на которой эти вопросы обсуждаются. Площадка не специализируется на каких-либо тематиках или сферах деятельности. Проект «Что не так?» предполагает, давайте скажем, такое сленговое накидывание вопросов, которые в регионе существуют. Причем вопросов как частного характера, так и, может быть, масштаба в целом региона. Как это будет происходить? Потому что в рамках проекта предполагается проведение круглого стола с участием руководителя региона, на котором будут эти вопросы озвучиваться. Еще одной площадкой станет одна из территорий, одна из улиц или площадок нашего города, на которой будут размещены большие буквы с хэштегом «Что не так?». И все горожане на специальном флипчарте смогут оставить свои вопросы, которые впоследствии будут обработаны, и, собственно говоря, на которые надо будет органам власти ответить. Так, подождите. Все-таки вот хотелось бы понять, как это будет выглядеть, где это будет, в какое время, потому что зимой установить флипчарт, наверное, нереально. Это будет работать один день или это он неделю там будет стоять? Будет ли возле него в таком случае охрана? Нет, возле него будут волонтеры, это будет на улице. Мы, по крайней мере, вот такой вариант рассматриваем, несмотря на то, что есть опасения по поводу ветра, снега или холода. То есть это будет зимой? Да, реализация проекта планируется во второй половине февраля. Я сейчас не могу, к сожалению, назвать конкретную дату, потому что идет согласование графика. Но вторая половина февраля, как время уже определено, размещение букв, так мы их называем, вот этих планируется на перекрестке улиц Спасской и Дрелевского, Спасской и Карла Маркса. Возле художественного музея. Возле художественного музея, да, то есть там, где достаточно большой трафик людей и большая, может быть, заинтересованность. Само мероприятие мы планируем провести в нашей замечательной библиотеке имени Герцена. Да, достаточно большое присутствие планируется неравнодушных граждан, горожан, активистов. Порядка ста человек планируется в общей сложности этом участие. Так как проект в других регионах уже отрабатывался, то, в общем, есть определенная технология его проведения. Приезжает заранее команда проекта из Общественной Палаты России, которая, собственно говоря, встречается здесь в регионе с различными представителями общественных объединений, коммерческих организаций, активистов. Формирует определенное понимание повестки, наполнение обсуждения этого мероприятия. занимается техническим обеспечением помещения и всего остального. После чего уже в день определенный приезжает секретарь общественной Палаты России Валерий Александрович Фадеев и полноценное мероприятие с таймингом порядка трех часов с участием руководителя региона, оно проводится там. Какие-то вопросы могут получить непосредственно решение, какие-то вопросы, понятно, что они подвешиваются с точки зрения необходимости их изучения. Но задача общественной Палаты вот этот диалог наладить. Так, подождите, это разовое будет мероприятие? Значит, это, еще раз сказал, это старт. То есть проект, что не так, он как бы выявляет первые вопросы, так скажем. А дальше это превращается в регулярное общение в формате того самого клуба. Общение кого с кем? Неравнодушные граждане с руководством региона. На площадке общественной Палаты. То есть, условно говоря, то, что мы делали раз в год в виде гражданского форума, на котором всегда присутствует губернатор и принимает участие в его работе, общественная Палата предлагает этот режим сделать чуть более частым. Может быть, раз в полугодие. Для того, чтобы вот эта возможность прямого диалога, прямой коммуникации между общественными активистами и главой региона, она была. Соответственно, предполагается, что часть тех вопросов, которые были заданы в рамках проекта, что не так, ответы на них будут получены, собственно говоря, на дальнейших встречах. Вот логика построения вот этой вот структуры с точки зрения общественной Палаты России, она такая. То есть, будет еще одна площадка, через которую можно идеи свои заявить и через которую можно пожаловаться, грубо говоря, и, может быть, получить ответ. Да, задать вопросы, сформулировать предложения, что-то еще. Я не могу сказать, что у нас в регионе проблемы с такими коммуникациями. Знаю по опыту моих коллег в других регионах, есть гораздо более тяжелые ситуации, когда до главы региона совершенно не достучаться. У нас есть разные формы, начиная от самых современных, заканчивая классическими приемами граждан. Но, как я уже говорил когда-то в этой студии, Общественная Палата России в настоящий период ставит себе основной целью институционализацию региональных торгово-промышленных палат как... Общественных палат. Общественных, да. Общественных палат. Прошу прощения. Андрей Ленин, запутались в палатах. Да, да. Региональных общественных палат. Повышение их независимости и активности их деятельности. И вот эти проекты, которые сейчас реализуются, они направлены именно на это. Поэтому запуск их в тех регионах, в которых они, собственно говоря, имеют возможность пройти эффективно, служит примером для всех остальных регионов, которые последствия к этому процессу будут подключаться. Ну, на самом деле, да. Я отчасти соглашусь тут даже примером не столько общественникам, сколько представителям власти, наверное, и служат, да, когда можно будет показать, что вот смотрите-ка, в Кировской-то области, да, вот смотрите, вот там вот они общаются. Вот губернатор пришел и три часа разговаривал там напрямую. А вы чего? Поэтому, ну, это та работа, которую Общественная палата России сейчас ведет, она для нее важна, потому что ставка сделана именно на развитие Института общественных палат в целом, как таких основных площадок для вот таких коммуникаций. Хорошо. Ждем второй половины февраля. Да. И дату, я так думаю, что дату мы чуть позже озвучим, вероятно, в новостях. Да, и несомненно, дата будет сразу озвучена, и я бы еще хотел, может быть, привлечь внимание еще к одному мероприятию во второй половине февраля, дата которого уже точно известна. Это 19 февраля, на 90% там понятное уже там для всех. Мы пригласили совместно с правительством области, мы пригласили специалиста фонда президентских грантов для того, чтобы провести семинар для наших некоммерческих организаций, где будет рассказано об особенностях там подачи заявок в этом году, вообще о том, как надо заявляться, потому что первая волна, так называемая, подача заявок на президентские гранты для НКО, она начинается 15 февраля. В этом году один оператор, фонд президентских грантов единый, в отличие от того, что происходило в предыдущие годы. И учитывая то, что в прошлом году, в 17-м, достаточно неплохо Кировская область в этой сфере себя проявила. Мы получили там порядка 26 миллионов рублей на реализацию проектов некоммерческими организациями. Порядка 20 компаний, вернее, НКО их выиграли. Мы надеемся, что в этом году эта активность будет прогрессировать. И, собственно говоря, именно с этой целью представителей НКО на этот семинар и приглашаем. Возможно, приедет даже руководство фонда, возможно, исполнительный директор, сейчас ведем переговоры. И я думаю, что получить информацию из первоисточника, что называется, консультации, получить... Наша практика в прошлом году показала, что это работает хорошо. НКО, которые на эти семинары приходили и взаимодействовали с фондом, в большинстве своем получили поддержку для своих проектов. 19 февраля точная информация будет в Общественной палате Кировской области и на сайте. Но вот очень был бы рад, если бы наши некоммерческие организации с интересом и активностью в этом мероприятии приняли участие. Андрей Юсенко. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Один в двух лицах в нашем эфире. Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся. Особое мнение на 101FM Андрей Юсенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты и представитель Кировской области в Общественной палате России сейчас в нашей студии. Мы с ним пытаемся как-то разобраться и перепрыгиваем с бизнес-тематики на общественную тематику. Но давайте по бизнесу все-таки достаточно громкая была новость накануне. Резидента промпарка в Вятских полянах посадили под домашний арест. Речь идет о предприятии Высота 43, его директоре Виталии Шарипове, если я не ошибаюсь. Причем событие, по-моему, еще декабрьское. Просто вот известно о нем широко, стало он накануне, буквально день-два назад. Вот в свете этого всего начались такие прям разговоры, понятно, обсуждения в социальных сетях. Зачем у нас Вятские поляны, напомню, Вятские поляны недавно получили статус территории опережающего экономического развития, да, приглашают резидентов, у которых вот такие вот проблемы. Ну, там история давняя, да, то есть Серпуховский лифтостроительный завод, компания СУ-155 строительная, московская. У них там большие претензии у следствия, я имею в виду, по невыплате зарплаты к руководителям этих компаний, которые там, ну вот, собственно, и персоналия и директора, да, и, собственно, там, может быть, еще какими-то вещами связаны с предприятием Высота-43. Ну, я бы здесь все-таки предлагал разделить проблемы конкретного предприятия и ситуацию, связанную с ним, и, в принципе, там, статус ТАСЭР в Вятских полянах, да, потому что, нам не выплеснуть младенцам, да, а то мы сейчас на примере одного предприятия будем делать вывод о том, что там все резиденты там какие-то не такие. Нет, таких выводов никто не делает. Был закономерный совершенно вопрос у людей о том, вообще каким-то образом там добропорядочность инвесторов изучали, не изучали там их возможность вкладываться, их возможность людей нанимать, потому что ведь об этом тоже говорится, да, инвестиции, это всегда рабочие места. Да, смотрите, ну, надо просто там тем, кто пытается комментировать эти вещи, надо там погрузиться, собственно говоря, в эту тему, и тогда, в общем, все станет понятно. Статус там резидента, будь то промпарк или будь то ТАСЭР, предполагает взятие на себя определенных обязательств, причем довольно серьезных, в частности, по территории, опережающей социально-экономического развития, это обязательства, например, об увеличении количества рабочих мест вдвое до, по сравнению с тем, что было до получения этого статуса. И эти требования есть, эти обязательства есть по целому ряду направлений, по налоговым отчислениям, по увеличению количества производимой продукции. Ну, то есть предприятие, претендуя на статус резидента ТАСЭР, берет на себя определенные обязательства. Естественно, возникает вопрос ответственности. Насколько я понимаю этот механизм, в случае, если предприятие не справляется с собственными обязательствами, оно не имеет права на все эти льготы, которые, собственно говоря, зона ТАСЭР и предполагает. То есть налоговые льготы прежде всего. Абсолютно верно. Поэтому, если мы говорим о ТАСЭР в принципе, это действительно важный для региона механизм повышения инвестиционной привлекательности. Потому что таких ТАСЭРов... Но игроков пока, к сожалению, не очень много. Сложно их заманивать, потому что говорят, что все те условия, которые мы предлагаем, предлагают и соседние регионы тоже. Абсолютно верно. ТАСЭРов сейчас по России порядка 20. Надо понимать, что каждый регион старается сделать максимально интересными условия участия в этих зонах. И то, что у нас сейчас совпало, скажем так, осознанно размещение промпарка и ТАСЭР, это тоже положительный момент. Потому что я встречался с инвесторами, которые работают в промпарке и претендуют на статус резидентов ТАСЭР. В частности, компания, которая из Татарстана пришла по производству посуды. Они прямо сказали, что да, ребят, мы рассматривали вариант, мы работали в Татарстане, нам предложили вариант вятских полян, мы посмотрели, посчитали, да, нам это выгодно. Мы сейчас видим другие площадки и смотрим на то, что происходит у вас. И те новости последние, которые появлялись насчет предложения по налогу на имущество. Я, кстати, вхожу в состав этой рабочей группы, и мне очень было приятно увидеть наконец-то, что министр развития предпринимательства, он очень настойчиво говорит о том, что должны быть максимально выгодны для бизнеса условия. Понятно, что кто-то говорит о выпадающих доходах, но это именно те самые доходы, которых еще нет пока. Они выпадают, еще не успев упасть и появиться. Министр говорит о том, что мы должны понимать, что мы находимся в состоянии конкуренции с близлежащими регионами, в принципе, со всей территорией России, когда инвестор это решение о размещении своей производственной площадки принимает. Потом надо ведь понимать, что зона ТАСЭР имеет, по крайней мере, по льготам для предприятий ограничения. Это не могут быть предприятия торговли. То есть вы не можете открыть оптовый склад и получить эти льготы. Не можете заниматься лесозаготовкой, по-моему. То есть это направлено в первую очередь на развитие производственных компаний. Кто-то скажет, что четыре компании, которые сейчас там работают и претендуют на статус, это мало. Ну, а я скажу, что смотря как оценивать. Потому что если мы посмотрим на практику работы ТАСЭров в других регионах, то здесь можно, так скажем, получить два впечатления. Первое очень красивое и очень яркое. На основании публикаций в СМИ руководителей администрации тех регионов, в которых ТАСЭР расположен. И все звучит красиво и замечательно. А есть фактическая там статистика. Так вот могу вам сказать, что в принципе по этой фактической статистике, с учетом того, что мы статус ТАСЭР получили только в августе, в сентябре, по-моему, да, совершенно нормально идет процесс. И у нас появляется, что предложить. У нас в этом смысле расположение ТАСЭР очень неплохое. И с точки зрения охвата территории, и с точки зрения транспортной логистики, близлежащих регионов и даже кадрового потенциала. До Кирова только сложно добираться. Ну, правда, нет. Ну, вот кто без машины и зимой тяжеловато. Ну, сложно, но мы же говорим про инвестиционную привлекательность. И здесь, в общем, несколько другие факторы играют роль. Потому что мы, например, в рамках ТПП встречались с одной из компаний, которая занимается переработкой низкосортной древесины. Турецкая компания, у которой есть производственная площадка в Татарстане, в Алабуге. Мы вели с ними переговоры о том, чтобы они... Переехали к нам? Ну, не переехали, но тоже производственную площадку открыли, потому что сырье-то здесь, в Татарстане его нет. Они берут сырье у нас и учат как бы приблизить их сюда. А переработка там? Да, и предлагали им на выбор, условно говоря, два района, в которых есть тот необходимый размер, объем сырья, который им нужен. Они говорят, ребята, мы посмотрели Кировскую область. В этих районах нам не набрать людей. На работу? Да. Кадров? Да. То есть все на вахте? У нас в Татарстане проблема с тем, чтобы сформировать кадровый состав. Поэтому у вас мы можем смотреть это только Киров или, может быть, там еще пара крупных городов Чапецк-Поляна. И инвесторы это понимают. В этом смысле-то сыр в полянах с потенциалом кадровым, который высвободился после не лучших времен на заводе, тоже как бы история хорошая. И в этом смысле нам появляется, что предъявить и на федеральном уровне, потому что до этого, прямо скажем, рассказывать про промпарк в Юрьянском районе, чистое поле без коммуникаций, там особо без всего. В общем, в такие места инвесторов сейчас заводят только административными методами, но никак не добровольными. А то, что сейчас есть в полянах, на самом деле для региона возможность вести нормальный диалог с потенциальными инвесторами о том, где можно располагать свое производство. Лузы, белые хлыницы, кажутся вам вариантами худшими, лучшими? Лузы это специализированная площадка, это сугубо деревообработка, лесообработка. То есть это очень такой узкий, причем там ведь тоже надо понимать, что сейчас есть вопросы по сырью, и это надо решать. Белая хлыница для меня пока окончательно не спозиционирована. То есть сказать, что это понятная площадка, это скорее такое вынужденное решение, нежели чем перспективный проект. Вопрос в том, как его будут развивать. Именно для этого наши администрации ездили в Сколково, там, собственно говоря, писали эти модели развития территории. Для меня пока вот так вот. То есть наиболее перспективно в настоящий момент зона Тассер в полянах. Но надо понимать, что любая там, инвестор, заходя в принципе на территорию региона и выстраивая отношения, он дальше-то, если ему здесь комфортно, он будет продолжать эту работу здесь. Ну, в общем, надо пожелать, наверное, да, чтобы поляны все-таки стали такой красивой первой ласточкой, да, а не чем-то таким вот, что закончится не очень хорошо. Ну, я бы предложил даже не просто пожелать, а на самом деле там помочь всем. Потому что иногда не знаешь, откуда появляются инвесторы. Все мы с вами путешествуем там по России и не только, да. И если мы перестанем говорить о том, что у нас в Кировской области, собственно говоря, там ничего нет и нечего делать, а будем там рассказывать о том, что есть Тассер, есть Воснецовские места, есть там Юркин парк или заповедник сказок. И будем рассказывать об этом другим, и люди будут приезжать сюда и этим интересоваться. Уверяю вас, некоторые потенциальные инвесторы получают информацию из совершенно непредсказуемых источников. У кого-то есть крупные там предприниматели в других регионах знакомые. Вот можно не желать там, а можно просто рассказать им об этом. Может быть, и заинтересует. Понятно. У нас остается буквально три минуты. Я не могу не спросить об этом. Все-таки, ну, вот это событие этой недели будет четверг, может быть, пятница, если не займет это все еще большее количество времени. Приговор Никите Белых, бывшему руководителю нашего региона. Человек, который тоже говорил о том, что Кировскую область надо позиционировать со всех сторон позитивно. Там, да, во всеми возможными способами его пользуюсь. Там, и там, и здесь, и культура, и спорт, и все что угодно, и бизнес. И открытость власти, кстати говоря, что очень важно, и чего сейчас, к сожалению, очень не хватает. Вы были одним из свидетелей, которые давали показания в суде. Вот. У меня вопрос следующий. Вчера Николай Голиков в нашем эфире в особом мнении говорил о впечатлении, которое произвело на него последнее слово Никиты Юрьевича, да, о том, что есть ощущение, что человека сломали. Я сегодня послушала голос, да, то есть это уже сейчас есть на Ютьюбе в голосе, можно послушать. У меня нет такого ощущения, честно говоря, вот у вас. Вы Никиту Юрьевича в зале суда видели, он вообще как? Ну, у меня такого ощущения тоже нет. У него, конечно, не лучшее физическое состояние в силу понятных причин, но если говорить о психологическом, там, эмоциональном состоянии, то с ним того, что произошло с физическим состоянием, собственно говоря, не случилось. Во время, там, моего пребывания в суде, во время моего допроса он даже, там, шутил, специфически, конечно, да, но у меня не сложилось впечатление, что он в чем-то сломлен или, там, не знаю, я увидел ровно, вот психологически я увидел того человека, собственно говоря, которого знал. Ну, я сегодня, когда слушала, я себя тоже поймала на мысли, что голос не изменился, интонации не изменились, и у них иногда даже проскакивают ироничные нотки какие-то, ну, вот, честно говоря, не знаю. Еще хотел спросить, вы в зале суда Кировчан много видели? Нет, в зале суда, на самом деле, не было Кировчан, там присутствовали журналисты, но в небольшом количестве, они сидели за спиной, я думаю, что это порядка, там, 6, ну, 5-6 человек, плюс, вот, супруга Никиты Юрьевича, 3 человека охраны, вот, и журналисты, которые, собственно говоря, сидят в ноутбуках и, видимо, ведут те самые трансляции, да, которые мы читаем. Вы поедете на вынесение приговора? Нет. По времени не получается или смысла не видите? Не вижу смысла. Не вижу смысла. Ну, понятно. Ну, вот, вот последние минуты эфира. Тяжелое ощущение, несомненно, и, в принципе, судебный процесс, штука неприятная, тем более уголовная, да, ну, и, конечно, тяжелое ощущение от того, что, видимо, предстоит такое тяжелое решение для всех. Ситуация, и случившаяся вообще с Никитой Белых, как вам кажется, региону в плюс сыграла или в минус? Ну, ситуация и ее последствия, скажем так, да? Ну, честно говоря, мне... Ну, мы об имидже региона с вами говорим, да? Ну, я думаю, что для имиджа региона точно не в плюс. Точно не в плюс. Хорошо. Андрей Юсенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, представитель Кировской области в Общественной палате России, был у нас в особом мнении. Мы с ним прощаемся. До свидания. Спасибо. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok